Насколько подешевел бензин в Татарстане? Продолжится ли снижение цен? Каков сегодня средний размер взятки в республике? В каком формате проходит обучение школьников финансовой грамотности? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Самые ходовые марки бензина в Татарстане в ноябре подешевели примерно на полпроцента или на 23-29 копеек за литр. Цены на дизель снизились на 15 копеек. Однако, если смотреть статистику с начала года, то стоимость бензина подскочила почти на 8%, а дизель стал дороже почти на 10%, что выше официальной инфляции, которая по итогам года должна составить 7-7,5%. За ситуацией на топливном рынке пристально следят антимонопольщики. Был такой период, когда цены выросли. Во многом это было связано с тем, что биржевые цены на бензины на бирже повысились. И, конечно, те компании, которые не сами являются производительностью, то есть не являются вертикально интегрированными компаниями, которые закупают бензин и дизель на оптовом рынке, они оказались в своего рода ножницах, потому что оптовые цены выросли. И, соответственно, реализация бензинов на этих заправках тоже не могла быть под тем ценам, которые, в общем-то, у нас были до того. Мы этот период прошли, в принципе, достаточно успешно. И фиксируем в настоящее время тенденцию снижения цен на бензин и дизельное топливо. Я думаю, что этот процесс, он будет и продолжен, и цены будут на приемлемом уровне. По крайней мере, мы сейчас за этим следим. У нас есть особое поручение со стороны правительства Российской Федерации для того, чтобы этот процесс держать на особом контроле, не допускать роста цен, чтобы рост цен был только в пределах инфляции. Средний размер взятки в Татарстане за год вырос почти на 45% и составил 263 тысячи рублей. Данный показатель вернулся примерно на уровень 2021 года. По официальным данным, в этом году было зафиксировано 418 фактов взяточничества. В целом, в Татарстане ежегодно выявляются около тысячи коррупционных преступлений. Общий ущерб от них только в этом году составил свыше 3 миллиардов рублей. Больше всего проявлений коррупции зафиксировано в Казани, набережных Челнах, Зеленодольске, Бугульме, Арском, Альметьевском районах. Обычные люди под коррупцией, как правило, понимают в основном взяточничество, но тем не менее, на самом деле, коррупция более многогранна. И помимо взяток в коррупции, есть еще и реализация чиновниками схем похищения бюджетных средств, создание административных барьеров для чужих предпринимателей, обеспечения благоприятных условий функционирования для своих прикормленных предпринимателей, совместная работа должностных лиц и их родственников во властных структурах при наличии конфликта интересов, несоблюдение чиновниками возложенных на них запретов и ограничений, связанных с противодействием коррупции, неправомерно используются чиновниками при реализации своих должных полномочий имущественного комплекса государства и многое-многое-многое другое. Ситуация усугубляется еще и тем, что движимые жадностью коррупционеры не останавливаются, как правило, на достигнутом и начинают расширять масштабы своих преступных схем. Татарстанские учащиеся на этой неделе могут бесплатно принять участие в онлайн-уроках Банка России по финансовой грамотности, а они будут проходить вплоть до 8 декабря. Обучение проводится в новом интерактивном формате. Участники уроков отправятся в путешествие в город финансовой грамотности, место, где люди и магические существа хранят тайны управления финансами. Они поделятся своими знаниями и ценными артефактами, которые помогут научиться обращаться с деньгами. Для этого нужно будет решать интерактивные задания по управлению деньгами и копить артефакты за правильные ответы. Во время уроков участникам расскажут о том, как планировать бюджет, осознанно тратить и бережно копить. На примерах разберут, как работают вклады и кредиты, как избегать рисков и что нужно делать, чтобы не попадаться в ловушки мошенников. Присоединиться к онлайн-урокам можно самостоятельно или вместе с классом на сайте lab.dny.dfg.ru. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале «Татарстан-24» каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube-канал «Татарстан-24» в раздел «Новости экономики». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова